Жизнь полна удивительных вещей, и твоя сдача стать частью их. Я Алекс Райт, и это моя история. Хей-хей, всем привет! Сегодня с вами Алекс Райт. У меня прекрасное настроение, просто такое обалденное, поэтому я вся на эмоциях. У меня глаза вылазят из орбит, но я вся с вами. И это видео, которое я давно-давно не делала, простите меня за это, но я снова его делаю. В этом видео я хочу рассказать вам вот про эту шикарную вещь, которую я ранее показывала. Это мой личный дневник, но не просто личный дневник, это скорее более такой мой travel journal, мой дневник путешествий, и чем он отличается от обычного личного дневника. Помимо того, что я иногда здесь пишу какие-то свои эмоции, переживания, просто мои мысли, в основном я описываю здесь свои путешествия, свои приключения, и какие ассоциации у меня с этим сходятся. В данный момент я заполняю раздел о Нью-Йорке, у меня также есть здесь всякие такие вот вещи, которые это напоминают. Я сделала несколько страниц, написала, и что сегодня я вам, собственно, продемонстрирую, это покажу, что здесь уже есть, и сделаю с вами один-два разворота, посмотрим. На самом деле, кто не смотрел видео про этот личный дневник до этого, мне этот дневник подарила моя горячо любимая ученица по-испанскому Елена Николаевна. Спасибо огромное за этот дневник, если вы смотрите видео, он обалденный, и чем он мне нравится? Тем, что здесь разноцветные страницы, то есть они все выполнены под дизайн каких-то старых, знаете, письм, распечаток, я не знаю, то есть тут всякие штампы, красивые зарисовки в этом дневнике, и я думаю, блин, вот такой дневник тратить на просто какие-то свои, знаете, там, расписания, разукрашки, там, планирования, это я не хочу. В таком дневнике нужно писать действительно такие душевные мысли и воспоминания, а самые дорогие воспоминания, это мои воспоминания о путешествиях. Именно поэтому я начала описывать свой год в Нью-Йорке, мои любимые места, которые я люблю посещать, парки, кафе, рестораны, музеи и тому подобное. Также я хочу здесь расписать немножко Болгарии, тут же я уже писала Нижневатовск, буду планировать сейчас, точнее, расписывать свою жизнь в Сиэтле, надо не забывать и писать, и тому подобное. Это Багамы, Таиланды, просто все мои воспоминания, которые я тут буду записывать и дальше в течение жизни, когда я когда-то путешествую куда-то. Еще одна такая поправка, которую я делаю в этом дневнике, я научила их писать каллиграфически, каллиграфическим почерком. А как? Я не ходила к репетиторам, я просто нашла картинку в интернете, которую я вам покажу где-нибудь здесь, и повторяла, то есть написать одну такую страницу почерком, мне занимало минут 30, потому что я выводила, я изучала буквы, но сейчас я буквы уже более-менее запомнила, только иногда я подсматриваю буквы или просто назад возвращаюсь на страницу и уже смотрю, как я их писала раньше. Чем мне нравится этот почерк, это потому что он выглядит обалденно, я вам это покажу в видео, просто классно очень выглядит такой почерк, прямо вот для этого дневника, потому что я по своим кривым английским не хотела бы тут писать. Что мне еще здесь нравится? Он такой более зрелый и довольно необыкновенный, то есть мало у кого из людей есть такой красивый почерк, и я рада быть одним из обладателей его. Сейчас моя главная цель это научиться писать так вообще в принципе, то есть свой корявый английский заменить вот на такой идеальный кореографический почерк и выписывать его. По-русски я в принципе, я думаю, могу так писать, но я просто не пробовала, я как-то сразу начала на английском писать, так и пишу. И чтобы потом не было вопросов, почему я вечно пишу дневники на английском, потому что для меня это практика, чтобы не забывать английский язык, пока я нахожусь с семьей, я пишу на английском, смотрю сериалы на английском, просто усовершенствую свои навыки. Это не потому, что я не патриотка или что-то того. Я обожаю русский язык, уважаю русскую литературу, я выписываю стихи на русском языке с таким же красивым почерком. Но когда я пишу по-английски, мне почему-то нравятся мои мысли так на английском излагать. Даже если бы я снимала видео на английском, мне кажется, они были бы гораздо более веселые, наверное, и эмоциональные. Поэтому я и пишу на английском, пожалуйста, не надо меня за это осуждать, у всех свои предпочтения. И, ну, знаете, на вкус и цвет товарища нет, поэтому не надо осуждать людей за те вещи, которые не нравятся вам, собственно. Уселась, короче, я здесь под камерой, и сейчас вам покажу свой вот этот личный дневник, мой travel journal, что здесь, собственно, есть. Выглядит он вот так вот, весь в каких-то марках, надписях. Довольно оригинальное исполнение. И дальше мы открываем первую страницу. Здесь просто вложено письмо от моей лучшей подруги. Вот, тут написано для Александра Тарасовой, хмау Нижневартовска. То есть, это письмо они мне собирались с подругами отправить, там еще одно было несколько просто месяцев. Но ничего не получалось, поэтому мне просто передали его лично в руки из Нижневартовска. Я буду его хранить вечно, потому что оно оболтенное. Я плакала, когда я его читала. Просто брат за брата за основу взято. Вот, я его потом в конечном итоге куда-нибудь вклею. Дальше мы открываем первую страницу. И у меня здесь написано, то есть, такая вывеска, как бы, я даже не знаю сказать, что это такое. Просто какие-то цветочки. И здесь написано, этот журнал является собственностью Александра Тарасовой, который начался в Нижневартовске, в Сибири, России, такого-то числа. Это было 29 июня 2015 года. И дальше мое просто любимое восказывание на латыни, «I dass es fortuna huat», что переводится «счастье сопутствует смелым». И здесь просто начинается такое описание моей жизни в Нижневартовске. С того, что, типа, «my dear friend, currently I'm writing this note» и тому подобное. Где я нахожусь, что я, как бы, видела, чем занималась. Здесь мне нравится эта страница, что есть здесь строчки, потому что строчки есть не на всех страницах, и иногда писать неудобно. Дальше здесь, опять же, как вы заметили, здесь я всегда пишу сверху местонахождение, и в верхнем правом углу я пишу дату. То есть здесь, если писала в Нижневартовске, то здесь я уже пишу «in the sky», потому что в это время я находилась в самолете, и пока была в самолете, я писала. И здесь также я все в самолете писала. Здесь я уже в Москве 1 июля, когда я пролетела в Москву и летела сюда, в Болгарию, я тоже все писала. Но это так неинтересно, я просто опять в самолете описывала, и здесь я уже начала описывать в Болгарии. В Болгарии я писала места, которые мне нравятся, один бар рядом здесь на пляже, и вот одна из любимых моих страниц, потому что здесь вот этот цветочек, этот цветочек настоящий, мне его подарил мой молодой человек, просто сорвал, когда мы гуляли, и вот здесь написано по Брайн-парку. Брайн-парк — это один из моих любимых парков в Нью-Йорке, потому что там зимой обалденный каток, ярмарка, а весной там просто очень классное место погулять. И я просто описывала весь день, когда мы там были, Вареничная, вот это вот моя любимая, в Бруклине, где мы кушали русскую кухню и тому подобное. Дальше я как-то описала немножко Москвы, даже не Москвы, а просто вот именно это русское место, где мне нравится русский район, нарисовала такой как бы Кремль, что на самом деле нифига не Кремль. Но я старалась в любом случае. Я решила, что я просто на страницах, когда я что-то описываю, буду делать такие небольшие зарисовки, которые будут у меня символизироваться с этим местом. Все-таки я решила как-то сделать более серьезно, и начала такую вкладку, допустим, на такой раздел. Я буду писать чисто о Нью-Йорке, о своей жизни там и местах, которые мне понравились. Это такие вот загогулины я сделала в технике декупаж. На самом деле это тонкие салфетки, которые я просто приклеила. Нью-Йорк написала своим каллиграфическим почерком, и просто в интернете нашла картинку такой винтажной лампы, и нарисовала ее здесь, мне кажется, очень в тему. Дальше здесь я написала свои первые впечатления, когда я приехала на Тайм-сквер, как мне здесь нравилось, как было офигенно, просто мои первые впечатления, насколько было ярко ночью, ярче, чем днем. И здесь я написала мое другое место любимое, это также Центральный парк. И сделала такую небольшую зарисовку, где видно озеро, видно вот этот вот мостик, высотки, дом-свечку, деревья. Я знаю, что я не идеальный художник, но все-таки я стараюсь и просто делаю такие небольшие зарисовки, которые мне напоминают о местах, в которых мне когда-то было очень приятно находиться. Я здесь начала писать страницу непосредственно о моих любимых местах в Нью-Йорке, о моих районах любимых, и начала я с Чайна-тауна. И, собственно, сегодня мы с вами закончили вот эту страницу о Чайна-тауне. Так что еще у меня здесь есть два таких цветочка, вот этот свежий, он из Болгарии, вы можете увидеть. Я его недавно сорвала, он еще как бы такой влажноватый, я бы сказала. Если вы не заметили, я очень люблю сушить цветы, потом вклеивать их. И другое у меня здесь есть, это из Вашингтона, вот это вот та самая сакура, которая цветет в Вашингтоне каждую весну, вот именно те японские вот эти вишневые деревья. Когда мы ездили с классом туда на поездку, я захотела себе привезти такую вот веточку на память, и не пожалела, что я это сделала. Так что давайте приступим к написанию страницы про Чайна-таун. Спасибо огромное за просмотр, меня и моего вот этого travel journal. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если вам еще хочется видеть видео про мои travel journal, записки путешественника, пожалуйста, оставляйте комментарии. Просто пишите пожелания, что вы хотели бы увидеть. И, пожалуйста, ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, на мою инстаграм-страницу, которая будет где-нибудь рядом, как обычно. Все ссылки в описании на меня. Также просто смотрите остальные видео, и я рада буду сообщить, что скоро, наверное, следующее видео будет Ask Alex Wright. То есть вопросы я уже на стене прикрепила. В моей официальной группе создали тему для обсуждения, запись такую, где люди в комментариях могут задавать вопросы, в которых я отвечу в следующем видео. Поэтому мне было бы очень приятно, если бы вы здесь, возможно, если хотите, или там, лучше там, написали бы вопросы, и самые лучшие я выберу, и, конечно же, расскажу немножко о своей жизни на видео. Таким образом, у вас получается возможность меня лучше как-то узнать. Еще раз огромное спасибо за просмотр, я вас люблю, пока!